Воскресенье 18 февраля в Самаре произошел пожар на улице Буянова, 106. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. Возгорание произошло в расселённом доме. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. В целях безопасности из соседнего дома эвакуировали 15 человек. В субботу, 17 февраля, крылья советов приступили к тренировкам на заключительном сборе в Турции перед возобновлением чемпионата. Программа тренировок запланирована до 28 февраля. В рамках третьего сбора у нашей команды пройдёт три контрольных матча. В понедельник, 19 февраля, пройдут две игры с московским «Динамо». Начало матчей в 12.00 и в 18.00 по самарскому времени поделились в пресс-службе. Всего на сборе будет 29 футболистов. Дмитрий Холин возглавил администрацию губернатора Самарской области. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Азаров. К работе в должности в Рио вице-губернатора, руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин приступит с понедельника, 19 февраля. Холин имеет большой опыт работы в органах власти как муниципального, так и регионального уровня, а также в законотворческой сфере. После объявления осенью 2022 года частичной мобилизации Дмитрий Холин, несмотря на статус депутата Самарской губернской думы, принял решение встать на защиту Родины. На передовой он служил в ранге заместителя командира мотострелкового батальона. В период участия в спецоперации награжден Орденом Мужества. В понедельник, 19 февраля, местами по Самарской области ожидается метель при видимости от 500 до 1000 метров. Порывы южного ветра достигнут 15-20 метров в секунду. На дорогах будут снежные заносы. Объявлен желтый уровень опасности. Сегодня утром в Октябрьске на железнодорожной станции опрокинулись две цистерны. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. По предварительным данным, пустые железнодорожные цистерны опрокинулись при проведении маневренных работ. Пострадавших в результате происшествия нет. Выполняются восстановительные работы. Организовано проведение доследственной проверки по сообщению о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отметили в ведомстве. В воскресенье, 18 февраля, в Самарской области в ДТП с большегрузом погибли два человека. Об этом сообщили в региональном главном управлении МЧС. Примерно в 12.00 на 78-м километре автодороги Самара, Большая Черниговка, Республика Казахстан столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Лада Гранта». Погибли водитель и девушка-пассажир легковушки, уточнили в ведомстве. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Россияне идеальные выходные проводят, занимаясь спортом, отправляясь на прогулки и уделяя время семье. Опрос провели специалисты сервиса по поиску работы. У каждого четвертого участника опроса понятие «идеальный выходной» ассоциируется со спортом. 21% опрошенных предпочитает прогулки. Для 19% респондентов важно уделить время родным и близким. В топ-5 лучших способов во времяпрепровождения выходные также ваши шашлыки, посещение культурных мероприятий и здоровый сон. Просто отдых назвали одним из лучших способов провести выходные 8% самарцев. Путешествия и чтения 7,6% опрошенных соответственно. По 5% считают отличным выходным тот, в который удалось посетить кинотеатр, встретиться с друзьями или переделать все домашние дела. Мужчины чаще ассоциируют с идеальным выходным днем выезд на охоту или рыбалку. Женщины же чаще предпочитают прогулки, шашлыки, экскурсии, походы в рестораны и шоппинг. К такому выводу пришли эксперты.